Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание кружка любителей гегелевской диалектики. У нас сейчас середина нашего учебного года, и в то же время это первое занятие в 2022 году. Мы уже имели более ста занятий кружка, и надо сказать, потому что, или поскольку занятия кружка записываются и выкладываются в интернет, то зрителями и слушателями является достаточно много людей. Можно сказать, что в результате той работы, которую проделали участники кружка, интерес к изучению диалектики Гегеля, без которого, собственно говоря, нет глубины понимания марксизма, нет глубины понимания ленинизма, нет глубины прочности социализма, если мы не понимаем законов развития и законов борьбы. Вот в результате и этой работы, которая продолжается. На сегодняшний день, вот если мы заглянем на сайт Академии смыслов Лоббева, там, где висит такой короткий курс науки логики Гегеля, введение в диалектику Гегеля, который я прочитал, там сейчас указано 190 тысяч просмотров. Причем, ну если бы там рядом были, так сказать, просмотры где-то такого объема, нет, рядом просмотры, причем по очень интересным темам, там и 20, и 10 тысяч, и так далее, а тут сразу в раз 190 тысяч. Далее, если мы посмотрим в динамике, в динамике количество просмотров все время растет. Народ немножко шутит по поводу того, что краткий курс всего лишь 4 часа 20 минут, вот, хороший, хороший же короткий курс. Вот, но если взять еще более короткий курс, а именно, если вы зайдете на тупичок гоблина, опер.ру, там имеется целый ряд записей, посвященных науке логики Гегеля, диалектике, и в частности, введение в науку логики Гегеля посмотрело 730 тысяч, а 730 тысяч, оно подтягивается уже к миллиону. А это говорит о нашей, вот скажем, политические, чисто политические материалы, и в том числе и мои, вот такого количества не набирают. Но это говорит о том, что, наконец, народ, трудящийся в России, созрел для изучения диалектики, и это уже является не случайным, а закономерным. Поэтому мы эту работу, которую мы делаем, несмотря на то, что она непростая, будем продолжать, так сказать, в соответствии с тем планом, который у нас есть. Вот, сегодня у нас такое рубежное занятие, у нас с точки зрения изучения умозаключений как бы следующий очередной шаг. Вот у нас умозаключение необходимости, это последнее из видов умозаключений. И на этом, собственно говоря, изучение умозаключения заканчивается, и на этом заканчивается субъективность. Обратите внимание, субъективность на этом заканчивается, и вдруг начинается объективность. Но, поскольку мы с вами, когда на это обратили внимание, на нематериалистический характер, как раз который проявляется здесь, в науке логики Гегеля, мы сделали по-другому. Мы объективность рассмотрели с самого начала. Почему? Ну, потому что, что такое понятие? Понятие – это снятая сущность. А что такое сущность? Это снятое бытие. Значит, что такое понятие? Это двойное отрицание. А раз двойное отрицание, мы возвращаемся к чему? К бытию. К тому бытию, которое посредственно всем тем содержаниям, которые находятся в сущности, и тем самым и сущность становится сущностью бытия, а не сущностью понятия. И несмотря на то, что Гегель так поставил, наоборот, это уже связано с тем, что он идеалист. Потому что, если вы сразу возьмёте конец этого раздела, самый последний, вот всё мы это дочитали и видим. Поэтому, как результат, получается некоторая непосредственность, происшедшая через снятие посредствования, некоторое бытие, которое вместе с тем торжественно сопосредствованием и есть понятие, создавшее само себя и своё, и на бытия, и в своём, и на бытии. Это бытие есть, поэтому некоторая вещь, сущая в себе и для себя объективность. И вот, как про это дело говорил Ленин, где могут быть показаны ослины уши идеализма, вот они как раз здесь-то и вылезли. Ничего себе, значит, понятие, превращаясь, преобразовываясь и так далее. И относясь к субъективности, причём субъективность здесь озаглавлена. Во-первых, озаглавлена так в целом, это произведение о том, второй, субъективная логика. И с самого начала вроде должна быть субъективность, но на самом деле получается, вместо того, чтобы рассмотреть, как идёт развитие объективного, поскольку снятие сущности – это снова возвращение к бытию, снятие вот этого объективного и потом переход уже к субъективному. Вместо этого мы вот видим, что здесь сотворение по существу объективного и субъективного, идеализм. И до этого места, в общем, и до этого тома вы, наверное, не найдёте там… Ну, я имею в виду, где-то вы можете найти их в разговорах посторонних, то есть в примечаниях, в отвлечениях, там про идеализм, про идею и так далее, и про абсолютную идею. Но там идёт очень строгая и вполне понимаемая материалистическая картина. А здесь вот мы на самом деле находимся на краю вот этого скачка, который сделал Гегель и сразу отсюда прыгнул куда он, к чему он прыгнул? К объективности. Причём объективность вышла из движения, из умозаключений. Вот то есть что получилось. Непосредственно умозаключения перешли в объективность. Так бывает в философских системах. Бывает. Вот такая картина. Поэтому в этом смысле наше занятие тут рубежное. Вот если мы тут что-то и не понимаем, то это не значит, что мы не понимаем вот этого перехода. Какой переход и какой скачок здесь делается. Допустим, мы тут не совсем всё разобрали. Но тем не менее мы разобрали, что такого прыжка, чтобы из понятия получилась сразу объективность, это есть сотворение материи из сознания, из идеи. Вот что тут имеется в виду. А что касается вот самого этого раздела, то в нём ничего такого с точки зрения особенного и нет. Я не говорю, я почему хочу сказать, с точки зрения понимания это очень сложно понимать. Сложно, потому что непонятно, как это получается, почему такие выводы и так далее, и что означают какие-то понятия. И здесь в некоторых местах как-то так построено. Не совсем разберёшься, почему так именно построено. Но суть дела-то очень простая. Вот эти умозаключения необходимости очень такие простые умозаключения. Если мы не будем забывать об одном ключе для понимания. Я о нём на прошлом занятии говорил. Вот все эти сначала суждения, потом умозаключения – это что такое? Это развитие понятия. А понятие, оно в чём выражается прежде всего? В трёх категориях. О5, значит, всеобщее, особенно и единичное. И вот здесь уже обозначено это всё буквами, вот в этом разделе – ОЕВ, ЕОВ, ВОЕ и так далее. То есть тут, значит, какой-то формализм уже на это дело наведён. И нужно смотреть. Но мы о ключе к пониманию уже говорили в прошлый раз. Речь идёт об изучении понятия «я». И это понятие в языке, оно как бы единое, оно разделяется на всеобщее, особенно единичное. И потом с помощью вот таких вещей, как суждение и умозаключение, снова как бы соединяется, потому что оно не может быть разделено. Оно разделяется только, так сказать, условно. Поэтому когда вдруг нам здесь доказывают, что это, так сказать, всё это вместе, то это не какое-то новое доказательство, это возвращение к тому, что есть изначально. То есть изначально понятие – это есть единство, всеобщее, особенно единичное. Мы это с вами изучили, по-моему, хорошо. И это было понятно довольно было сделано, что не бывает всеобщего, которое не проявлялось бы в особенном, в единичном. Не бывает особенного, которое было бы без всеобщего и единичного. А единичное – это двойное отрицание всеобщего. То есть кто-то думает, я вот самый-самый, я один, я исключительный, я весь, так сказать, изолированный, не похожий на других – это что такое? А кто такой я? А я, значит, во-первых, человек – это всеобщее. А во-вторых, я какой-то конкретный человек, ну, хотя бы, можно сказать, мужчина, потому что, может быть, женщина. И, наконец, из всех мужчин, ещё берём одно отрицание, оказывается конкретный человек. И всё. Поэтому, так сказать, само это вот разделение, которое необходимо для изучения, потому что надо, конечно, знать, что такое яблоко. А это вообще большая абстракция. Нету никаких яблок, которые были бы только яблоками, они всегда. Только вот сейчас новый буржуазный строй принёс нам новые сорта яблок – красные яблоки, жёлтые яблоки, зелёные яблоки. А так раньше были антоновки, анисовки и другие сорта. Но это тоже было особенное. Ну, а то яблоко, которое я держу в руках, оно двойное отрицание представляет собой. Как скушать двойное отрицание? Берите яблоко, идите в магазин, неважно, как оно называется. Пусть они как называют, так и называют. Это особенное. Особенность связана с нынешним этапом развития нашего общества. Ну, вы едите яблоко, то есть всеобщее. Но грызёте вы непосредственно двойное отрицание, потому что это, во-первых, яблоко определённого вида или сорта, или в крайнем случае купленное вот в этой системе, в этом магазине. И, наконец, вы его грызёте. И что вы грызёте? Двойное отрицание. А двойное отрицание – возвращение к яблоку. Но понимаем таким образом, что это не абстрактное яблоко, которое неизвестно где и неизвестно как. А это то же самое яблоко всеобщее, но которое у меня, и я его могу спокойно есть. Это же касается и других вещей. То есть вот я тут в связи с подготовкой, поскольку на мне лежит тяжкая обязанность, так сказать, это попытаться непонятно объяснить, потому что это тяжкое, потому что меня самого не понять. Ну, объяснять, конечно, легче, чем разбираться. Я понимаю, можно сделать умный вид и рассказывать, что тут это всё легко и ничего тут такого. Но именно поэтому надо не просто читать вот этот кусочек, а надо видеть, как мы к нему подошли и куда мы от него перейдём. Уже куда мы от него перейдём, мы уже можем, я могу вам заранее сказать, поскольку мы изучаем в кружке, мы уже изучали объективное, это объективное пришло в конце концов через механизм, химизм, организм к человеку. Правильно? Как высшей форме существования материи. И этот самый человек, индивид, себя уже проявил в своей деятельности как высшая форма развития животного мира. И он, так сказать, выделил себя и с животным, и с животных. Хотя тут без помощи Энгельса было бы, наверное, не обойтись. И вот этот человек, он обладает сознанием, и это изучение его сознания, а сознание – это отражение того мира, который есть, это не только отражение, это то, и с помощью этого сознания он формирует идею по преобразованию мира и реализовывает с помощью сознания. Хотя реализовывает он не сознанием, а руками. и преобразовывает материю. И вот в этом плане мы уже дошли до человека, до субъективности. Поэтому мы вот это всё изучаем как в некоторые моменты субъективность уже самого человека. А не с этого. Мы не с этого ведь начали этот том. Это у Вегеля тут впереди. А мы начали с механизма, химизма, организма и так далее. Поэтому если мы здесь что-то и не понимаем, ну вот я не понимаю, что вот в голове у товарища присутствует. Ну что делать, так сказать? Не всякому дано проникнуть через черепную коробку другого индивида. Я в своей-то не могу разобраться. А как я могу разобраться в голове другого человека? Тем не менее Гегель разбирается в том, как люди этими понятиями владеют и как они их классифицируют. И, собственно говоря, здесь идёт классификация. Всякая классификация, она до какой-то степени условна, потому что так вот называется. А почему это необходимость? Неизвестно. Я не могу ответить на этот вопрос. Почему так называется? Что это умозаключение необходимости? Ну, может, потому что, так сказать, вот этим всё заканчивается. И хочется Гегелю показать, что необходимо сейчас будет переход. Раз. И перейдёт сознание во что? В вещь. В вещь. Ну, что-нибудь там не в материи. Да вещь. Ну, вещь-то уж никак нельзя её понимать идеалистически. Скажем, её преследовал тот же самый Кант, когда говорил, что вот вещь в себе, её вообще познать нельзя. Ну, Гегель с ним воюет, дескать. Вот вещь, а вот я вам всё равно выставлю эту вещь, и всё. И познавайте её теперь. Ну, как может вещь появиться после того, как мы рассматриваем, так сказать, какие-то моменты нашего сознания и нашего восприятия мира? Ну, вот до этого будем так считать, что мы завершаем сегодня классификацию всякого рода, так сказать, суждений и умозаключений. И у нас последнее умозаключение на кону – это умозаключение необходимости. И вот я, поскольку, так сказать, вынужден был готовиться к этому занятию, поэтому немножко больше должен был читать, чем все остальные, я обратил внимание на то, что даже здесь некоторые затруднения связаны с отложением. Например, если вы начнёте искать вот эту схемку для умозаключения необходимости, она не ниже, не под самим умозаключением, а над. Вот откройте страницу 115, и перед ней три строки. Непосредственно сняла себя, и средний термин определился, как в себе и для себя сущая всеобщность, то умозаключение подчинилось формальной схеме единичное, всеобщее, особенное – ЕВО. И умозаключение рефлексии перешло в умозаключение необходимости. То есть вот эта вот схема, вы можете её взять, так сказать, обвести кружочком и указать, что она относится вот к букве С. Это именно это умозаключение будет разбираться, схема которого единичная и всеобще особенного. Вот, и при этом уже в первом абзаце, обратите внимание, а посредствующая определилась, а теперь как простую определенную всеобщность. Что значит опосредствующая? Вот поскольку не было этой схемки, она не стояла, вот её поставьте в начале, тогда будет видно вот это опосредствующая В. А так, если человек пишет, опосредствующая определила себя теперь. Где оно определилось теперь? Опосредствующее. Как оно опосредствующее? И что такое опосредствующее? Опосредствующее – это вот то, что в серединке стоит между Е и О. Вот и всё. Поэтому поставьте сюда стрелочку, перед словом «опосредствующее» можно поставить эту схемку, и тогда будет понятно, о чём идёт речь. А иначе непонятно. То есть, как бы ни делалось произведение, и какой бы хороший, так сказать, не был автор, иногда у него бывают тоже такие интересные ходы. То есть, в принципе, это можно до поставить, можно после. Но когда вы начинаете разбирать, и здесь нет, до этого всегда эта схемка была в середине. Вот, например, в умозаключении по аналогии. Пожалуйста, ЕВО. Как откроете страницу 112, сразу во второй строке. А тут вдруг и вообще нет О. И всё о нём говорят, какое-то опосредствующее. Где оно это опосредствующее? Так вот оно и стоит. Единичное, и тогда видно, что единичное соотносится со всеобщим. Ясно, что единичное включается во всеобщее, правильно? С другой стороны, если я вас спрошу, а единичное содержит всеобщее? Что вы ответите? Конечно, потому что единичное – это второе отрицание, двойное отрицание всеобщего. А всеобщее входит в особенное? Ну, конечно. Почему? Потому что особенное – это отрицание единичного. Ну, а хоть оно единичное, то сейчас не это важно. Оно отрицание всеобщего. А раз оно отрицание всеобщего, то оно этим отрицанием втягивается в это всеобщее. Если я вас буду сейчас отталкивать, значит, я буду к вам притягиваться. Правильно? Так вот, опосредствующая определила себя теперь как простую определенную всеобщность, подобно особенностевому заключению на личном бытие. Но второе – как объективную всеобщность. Вот попробуй расшифруй, что значит объективная всеобщность. Объективная мы понимаем вообще в языке, в двояком смысле. Объективная мысль, независимая от какого-то субъективного мнения, субъективного рассмотрения. Поэтому это, если в этом смысле понимать, то возражения нет. Но если объективная всеобщность другая, то тогда мы будем возражать как материалисты. Потому что если это просто объективная всеобщность, и объективно я отражаю мир, так это отражение моё в сознании или в общественном сознании, так сказать, имея в виду науку, имея в виду и сферу искусства, там разные формы отражения или формы постижения мира. Как известно, их три – религиозные, в образах искусства и в понятиях. А здесь что? Вот читаем до конца. Вот я вынужден был читать и вам докладывать, что я вот невовлетворённость, так сказать, тем, то, что написано. Второе – как объективную всеобщность. То есть как такую всеобщность, которая содержит в себе всю определённость извлечённых крайних терминов. Ну это понятно, что она должна содержать всю определенность извлечённых крайних терминов. Всеобщая – то и всеобщая, что она всё включает. Подобно всякости умозаключения рефлексии – это наполненная, но простая всеобщесть. Всеобщая природа – вещи. Вот тогда. Это какой же вещи? Откуда взялась вещь? Вот здесь субъективность, откуда взялась вещь, всеобщая природа. И потом второй раз эта вещь выскочит, вот теперь берем самый конец этого же раздела, 123 страница, и считаем самый результат. У Музыключения есть опосредствование, полное понятие своей положенности, его движение есть снятие этого опосредствования, в котором ничто не есть само по себе, а каждое определение имеет бытие лишь через посредство некоторого другого. Ну, это у вас не вызывает, наверное, протеста, что каждый имеет бытие лишь через посредство некоторого другого, потому что любой человек живет в обществе, он прибегает обязательно к другим людям, если он не взаимодействует ни с каким человеком, он человеком никогда и не будет. Если он с подтверждение попал, так сказать, к волкам, ну, будет волчонок, а ребенок не получится. И до пяти лет прожил с волками, все, уже это невозможно восстановить. Поэтому результат получается, как результат получается некоторая непосредственность, прошедшая через снятие опосредствования. Ну, это тоже нам понятно. Раз непосредственность, то эта непосредственность можно понимать изначальную непосредственность, еще никакого средства нет. И непосредственность как снятие опосредствования, как отрицание и отрицание. Правильно? То есть это тоже нас не должно пугать, мы уже к этому привыкли. Некоторое бытие, ну, понятное дело, раз непосредственность, то оно, оно и есть. А раз оно есть, то оно бытие, которое вместе с тем тоже действует, оно сопосредственно и есть понятие. Ну, это тоже понятно, мы в серии понятий находимся, конечно, понятие. Создавшее само себя из своего инобытия. Тут инобытие, если это понятие из другого понятия, то это из инобытия. А если оно создало себя из другого инобытия, то есть из объективного, то тут не из этого, тут субъективность. Из какого инобытия? И в своем инобытии. Ну, в своем инобытии, да, проходит. И это бытие есть, поэтому некоторые вещи. Здравствуйте. Вещь. Ну, вещь-то никак, вот у кого вещи в голове, есть такие люди? Ау, есть кто-нибудь из зрителей, слушателей, у кого в голове вещи? У некоторых, которые, это говорят, вещи, он только и думает, как ему что купить, где достать, какую вещь. И без них нет. Плюшкины такие, которые добывают и тащат в дом. Они сначала у него в голове, а потом в доме, а потом он не знает, куда деться от этих вещей. Их же надо протирать, от них пыль. Потом он начинает кашлять, потом заболевает, потом он покупает пылесос, работает с пылесосом и так далее. Много проблем. Так, это бытие есть, поэтому некоторые вещи, сущие в себе и для себя. Объективность. Здорово получается. Из субъективности так вот раз, получилась объективность. Если бы тут объективность получилась как правильное изображение, то есть независимое от конкретного индивида, субъекта, что не зависит от того, какой мозг или какая голова это отражает, это понятно. Тут бы мы не могли возразить. Но когда нам говорят о субъективности, порождает… Это же субъективность, посмотрите наверх, там сверху большими написано. Субъективность родила вещи. Никому не удавалось такое видеть, что у кого-то из головы вдруг посыпалась вещь. А если у человека вставная челюсть, вставная челюсть и раз она и выпала? Вот я такой пример могу, например, предположить. Из головы же высыпается. Но она в голову попала, эта вещь. В том-то и дело, что она как вещь. Он не является вставной челюстью человека. Это приобретённая… Ну почему? А вы кусок булки откусили и закашлялись, и выплюнули. Вот сейчас вот товарищ Назаров. Только что я увидел, как у него изо рта вещь выскочила. Какая? Карандаш. Повторяю. То есть, обратите внимание, и Маркс, и Энгельс, и Ленин очень к Гегелю тактично относились. Они сказали, что он идеалист, и не стали там цепляться, где он это здорово схимичил в этом плане. Но мы, поскольку мы изучаем много и долго, и не скажешь, что мы плохо относимся к Гегелю, не скажете, правильно? Потому что вы найдите ещё таких людей, которые столько изучают. Так что мы никак не являемся, так сказать, оппонентами в этом смысле Гегеля. Мы считаем его величайшей, так сказать, величиной развития человеческой науки и культуры. Но с такой фокус, конечно, мы тут принять не можем. Поэтому мы сейчас пройдём по некоторым моментам этого вот С, заключения необходимости, а потом вернёмся к тому, а что дальше? А дальше будет что? Могу сразу сказать, а дальше вы не забывайте, что мы с вами изучали объективность, потом механизм и химизм, потом организм, дошли до человека и изучали уже. И вот мы сейчас, раз уже мы знаем, что такое субъективность, это продолжение изучения человека. Субъективность – это изучение человека как человека. Только субъективность эту надо понять как то, что человек ставит цели и эти цели реализовывает в действительности. И, с одной стороны, постановка целей – это, конечно, субъективность, безусловно. А объективность тут есть, есть, потому что он цели не просто так ставит, с панталыку так, как я делал поставил цели, он ставит цели, которые вытекают из предшествующего развития, в том числе и из его собственного развития. И цели, связанные с его преобразующей деятельностью. Вот если вы возьмёте самое короткое такое произведение Маркса и Энгельса, которое называется… Болищество? Маркса, вернее, нет, нет, Маркса. Тезисы о Фейербахе. Ну, там в тезисах о Фейербахе говорят, что Маркс, что надо взять не только как отражение мира, идею, но и как идею преобразования мира обязательно. Что вся предшествующая философия, материалистическая, она занималась тем, что вот как правильно отразить мир. А задача состоит в том, чтобы его преобразовать. Потому что люди есть продукты, обстоятельства и воспитания, правильно? Но и воспитатель тоже должен быть воспитан. А как его воспитать? То есть надо преобразовать ту самую природу и то самое общество, которое воспитывает человека. И тогда вы сможете изменить человека. А если вы просто думаете, что вы будете, так сказать, сами себя изменять, то далеко это дело не пройдёт. А речь идёт об общественном изменении человека. И человека мы понимаем здесь. И правильно понимаем, как единство всеобщего, особенно у единичного. Этот единичный, если он только единичный, он, во-первых, смертен. А общество, как общество, как человек, как человечество, бесконечно и вечно по своей природе. Правильно? Люди приходят и уходят. Вместо системы накапливается научное знание, культура. А культура – это накопленный опыт человечества материального и духовного и так далее. Поэтому, если хочешь сделать себя вечным, ну, сделай что-нибудь хорошее для общества. Если это достаточно будет, так сказать, основательно, то, так сказать, то, что ты сделал… И даже, так сказать, человек положил какие-то кирпичи, когда строил здание. И вместе с этим зданием живёт этот человек. Так сказать, он, как человек, как биологическое существо умер, а как преобразователь он продолжает существовать. И вот его труд вливается, как говорил Маяковский, мой труд вливается в труд моей республики. Вот. Ну, вот я, так сказать, вынужден был предупредить о том, что здесь и в начале, и в конце вот этого разделчика. Да, и на странице 115 появляется всеобщая природа вещи, и на странице 123 опять вещь выскакивает. Видимо, уж очень заботило Гегеля, как бы это ему так прыжок сделать от этой вещи прямо к объективному. А на самом деле надо начинать с объективного. Так, ну вот, довольно это простое заключение необходимости, и пример его тут очень простой. Вот, смотрите, тут. Хотя, вот, видимо, здесь очень был озабочен Гегель вот этой задачей, о которой я сказал, как бы ему всё-таки перейти прямо от идеи к вещи. Поэтому он некоторые вещи, вот и там он поставил эту схему, кто не в том месте. И вот здесь, когда он говорит о категорическом умозаключении, категорическом умозаключении имеет одно или обеими своими посылками категорическое суждение. 59. А что-то, а пример этого категорического суждения не привёл, а хотелось бы его. Ну вот, надо сказать, коварищи, которые готовили это издание, я имею в виду Институт философии, Академии наук, они подвиглись на то, что они дали такой пример 59, который, вот если почитаете, там, и сразу поймёте, что ничего такого страшного нет. Примером категорического умозаключения может служить такой силогизм. Роза есть растение. Так, растение нуждается во влаге. Два. Следовательно, роза нуждается во влаге. Кому что непонятно. Оно категорическое, очень простое. Потому что оно состоит из категорических суждений. Роза есть растение. Категорическое суждение? Категорическое. Растение нуждается во влаге. Тоже категорическое. Следовательно, роза нуждается во влаге. Ну, это вывод. Или другой пример. С той же самой розой, но другой совершенно. Категорическое умозаключение. Роза есть растение. Растение есть организм. Следовательно, роза есть организм. Вот. У нас во слово категорически редко вообще используется в обыденной жизни. Раньше писали, на газонах были такие таблички, ходить по газонам в одних случаях запрещено, а в некоторых случаях категорически запрещено. Как понять, что это значит? То есть, тут, видимо, если запрещено, то могут тебя найти и наказать. А если категорически запрещено, то могут и прибить, наверное. Во всяком случае, как-то страшно это звучало. Но я не видел, чтобы это во что-то выливалось, кроме того, что вот эта надпись. А так, слово категорически... Ну, или вот мне очень было легко беседовать с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, потому что он всегда начинает с того, что я вас категорически приветствую. Вот вас я просто приветствую, а Пучков, он приветствует вас категорически. Это же приятно. Ну, а я, поскольку, когда мы дошли до аподектического суждения, я тогда сказал ему, а я вас приветствую аподектически. И, так сказать, ему тоже понравилось. То есть, мы уже с вами эти виды прошли, поэтому ничего тут такого, несмотря на то, что, я еще раз повторяю, мне было непонятно, думаю, что и вам будет непонятно. Ну, может быть, вы лучше разберетесь, не знаю. Но, во всяком случае, но, с другой стороны, тут ничего такого особенного в этом тексте, в этом разделчике, который вначале завершил эту загадочную вещь, и в конце тут ничего такого особенного и нет. Средний термин, если объективная, всеобщность. Вот интересно, здесь есть какие-то такие очень интересные замечания, которые как раз связаны с тем, что он имеет дело не с учением обытии, где, так сказать, все то, что есть, вот здесь под руками, а можно вспомнить, что было раньше, что было в учении о сущности, что было в учении о бытии. Вот смотрите, категорическое умозаключение, страница 116, есть по своему содержательному значению первое умозаключение необходимости, в котором некоторый субъект смыкается с некоторым предикатом через свою субстанцию. Так, где субстанция? Где она, эта категория субстанции? А? Сущность. Да, последняя категория учения о сущности, он ее подтягивает сюда. Ну, раз она была, то она здесь-то есть, все категории предыдущие входят в более поздние категории, правильно? Поэтому ясное дело, что она здесь есть. Но субстанция, поднятая в сферу понятия, есть всеобщие. Вот смотрите, какая интересная вещь. То есть там была субстанция, субстанция была после действительного, субстанция эксциденции. То есть она в различном, так сказать, виде там проявлялась, эта субстанция. А субстанция эта глубинная, ну, а на поверхности ей может и так проявиться, и так проявиться, и так проявиться. Вот здесь все участники кружка. А у каждого своя фигура, свое лицо, своя книжка и так далее. А сущность? Только сущность одна. Мы изучаем диалексику, науку логики Гегеля. И материалистически ее истолковываем. А вот это все акциденции. То есть каждого из тех, кто здесь присутствует, можно рассматривать как такую акциденцию. Да, с них точно не считал акциденции, товарищ Лазарев. Это же как-то приятно. А мы были акциденцией на кружке. И я был акциденцией. Не так просто получить такое звание. Все, черное, никто не дает. Так. Это раз. Всеобщность, значит, ее различиями вот на этом уровне, поэтому крайне термином заключения, определённее говоря, всеобщность и единичность. Это ничего нового тут нет. Это мы уже это все проходили. Первое по отношению к роду, который теперь служит более детальным определением среднего термина. Мы знаем, что такое род. Род исчерпывается видами. Но эти виды, если вы берёте один вид, то считайте, что вы взяли вид этого рода. И можно их перечислить, и, скажем, одного и того же рода видов не так много. Может быть, 35 видов попугаев. И всё. Вот такого рода. И конец. То есть, выходит, какой бы вид вы ни взяли, вы взяли нечто среднее, род. Но не принципиально, какой вид вы взяли. Это мы всё изучали. Единичность же есть действительная. А действительная – это категория учения о сущности. Поэтому единичность. Конечно, действительная. Если вы берёте всеобщее, всеобщее – это некая абстракция. А единичная – это не абстракция. Вот это телефон. Думаете, это вообще телефон? Нет, это Степан Степанович подложил, чтобы он всё записал. А потом вы кому будете передавать? В СРУ? ФСБ? Тут и так записывают. Тут и так записывают. Всё хорошо. Так. Ну, вот дальше. Вот с этой точкой зрения. По своему субстанциальному содержанию. Станица 117. Вот когда мы рассматриваем эти в схеме единичные, особенные, всеобщие. Здесь имеется одна, проходящая через три термина – сущность. Одна сущность. Одна. Не есть сущность единичного, не есть сущность особенного, не есть сущность всеобщего. Сущность-то одна. Это вот не будем забывать. Когда мы на это обратили внимание, что это будет как цветок, раскрылся понятие единичное, всеобщее, особенное. Но это всё одно. Нету отдельно единичного, отдельно всеобщего, и дельно единичного. Единичное содержит и всеобщее, и особенное. Оно посередине между... Оно и отрицание единичного, и отрицание всеобщего, поскольку ещё не всеобщее. Ну и так далее. Каждое из этих трёх является отрицанием оставшихся двух. Поэтому здесь всё есть. Здесь имеется одна проходящая через три термина сущность. Смотрите, 117. Это вот как раз из тех драгоценностей, про которые Ленин говорил. То есть у нас уже глаза в разные стороны, уже и мозг в разные стороны разбегается, потому что тут и единичное, и всеобщее, и такие, и всякие заключения, и суждения, и виды их, и названия. А тут, оказывается, здесь имеется одна проходящая через три термина сущность, в которой определение единичности, особенность её и всеобщности, суть лишь формальные моменты. То есть если вы в каких-то формальных моментах сделали какие-то ошибки и запутались, ну не расстраивайтесь. Ничего страшного. Важность неформально, а важно. Суть дела. Тождество понятия есть пока что ещё внутренняя связь. Это вот за цифрой три. В этом умозаключении субъективно ещё то, что указанное тождество имеется здесь ещё как субстанциальное тождество или как содержание, а не как вместе с тем и тождество форм. Поэтому тождество понятия есть пока что ещё внутренняя связь, и тем самым оно как соотношение ещё есть необходимость. В всеобщности среднего термина есть плотное положительное тождество. Что такое плотное тождество, я не знаю. И, скорее, шефровать не мог, потому что оно не разреженное, как отрицание какого-то разреженного тождества. То есть такое тождество, которое не разводит, так сказать, куда-то по сторонам то, что тождественно. Правильно? То всё одно. И не выступает вместе с тем, как отрицательность его крайних терминов. Ну вот такие тут высказывания есть, которые являются уточнениями, например, на странице 117. Точнее говоря, а что раньше этого не точно было, непосредственность этого умозаключения, которое ещё не положено, как то, что оно есть в себе, имеет место следующим образом. Собственно, непосредственным в умозаключении является единичное. Непосредственным в умозаключении бывает единичное. Ну вот от этого надо танцевать, так сказать. Вот его надо и брать в центре, смотреть. А последнее подчинено своему роду. И вот тот самый род, про который мы с вами и раньше говорили, когда мы рассматривали суждение как среднему термину, на этом же роду подчинены ещё и другие, неопределённо многие единичные. Поэтому является случайным, что лишь эта единичная положена как подчинённая этому роду. Вот если мы возьмём род участников нашего кружка, то есть, кто кого мы возьмём из этого кружка. Это, так сказать, не суть важна. Важно, что они выступают, в данном случае все мы, каждый из нас, как участник кружка. А не в каком-то другом качестве. А в другом качестве, значит, не в качестве участников кружка. Вот и всё. И вот интересно подытоживание. Итак, что же положено в категорическом умозаключении? Это, с одной стороны, крайние термины в таком... Это вот страница 118 перед буквой «Б». Абзац. Это, с одной стороны, крайние термины в таком отношении к среднему, что они в себе обладают объективной всеобщностью или самостоятельной природой. Вместе с тем выступают, как непосредственные, следовательно, как безразличные друг к другу действительности. Действительности. С другой же стороны, они выступают в такой же мере, как случайные. Или, иначе говоря, их непосредственность определена как снятые в их творчестве. Если бы раньше нам это сказали, мы бы удивились. А действительность, конечно, есть некое отрицание случайности, поэтому и случайность тоже содержится здесь. Потом идет буква Б гипотетическое умозаключение. Поскольку здесь оно приведено, то это каких-то протестов и сложности не должно породить, потому что вот оно здесь записано так. Если есть А, то есть Б. но А есть, следовательно, есть Б. Чего непонятного? Все понятно. То есть, это элементарная вещь. Просто вам дают название этого понятного заключения. Правильно? И больше ничего. Это гипотетическое умозаключение. Если все придут на кружок, в том числе и руководитель кружка, то он будет. Ну, пришли. Значит, он будет. Что тут непонятного? Можем и другое сказать. Если никто не придет, включая руководителя кружка, кружка и не будет. По крайней мере, этого заседания не будет. Или вот Степан Степанович не придет, и он будет, но записано не будет. И будут только те люди участвовать, которые здесь сидят за столом. А теперь, значит, он подключает все это к мировой паутине вместе с товарищем Тюлениум. И там кто-нибудь из Новой Зеландии там будет смотреть и, так сказать, думать. А что же такое гипотетическое ему заключение? Так. Тут вот обращаю внимание, что именно здесь он завершает уже такое формальное рассмотрение этих заключений, поэтому он все время возвращается к тому, что было до этого. Смотрите, пункт 2, на странице 119. Прежде всего, то соотношение, которое имеет место в гипотетическом суждении, есть необходимость, или, иначе говоря, внутреннее субстанциальное тождество. Вот, то есть, если вам нужно будет кого-то оглушить какими-то такими громкими понятиями, то вы вместо необходимости, то есть вам необходимо пойти и сделать вот это. Внутреннее субстанциальное тождество состоит в том, что надо пойти туда и сделать вот это. Запомните. Я думаю, что после этого предисловие вы точно пойдете и лучше сделать, потому что черт его знает, чем это закончится, внутреннее субстанциальное тождество и чем оно грозит. В обе стороны суждения суть по этому не некоторое непосредственное бытие, а бытие, удерживаемое в необходимости. То есть, они справа и левая, так сказать, оно одно. Следовательно, вместе с тем снятое или лишь являющееся бытие. Это лишь являющееся бытие. Не надо тут на этом, так сказать, так заострять внимание. Это лишь только появилось. Ничего такого особенного нет. Может, еще и не бытие совсем. Далее, как стороны суждения, они относятся между собой как всеобщность и единичность. Поэтому одна из них есть сказанное содержание как тотальность условий, а другая как действительность. Она именно как сказанное содержание. Могли бы не говорить, промолчать, и тогда не было бы этого сказанного содержания, а содержание бы было все равно. Так. Мы идем дальше. Вот на странице 120 в средний обзаз. Заключение. Следовательно, В есть. Выражает собой тоже противоречие, а именно, что В есть некоторые непосредственно сущее, но вместе с тем имеет бытие через некоторое другое или посредство. То есть, оно есть или нет? Нет, оно есть, если то есть. То есть, с одной стороны просто есть, а с другой стороны есть благодаря тому, что есть другое. Ну вот, а уж разделительное умозаключение. Здесь вообще ничего, так сказать, вроде бы и нету, если бы он не отметил здесь, вот прямо во втором абзаце, что это род, разложенный на свои виды. Такой А, который есть как Б, так и С, так и Д. То есть, если мы просто хотим, что А есть или Б, или С, или Д, то вот чисто формально такую штучку напишем, то здесь ни о каком роде мы не говорим и не понимаем. На самом деле, если речь идет о роде, там, обезьян, что вот обезьяна или такая, или такая, или такая. И этим самым исчерпан этот род. А есть или Б, или С, или Д, но А есть Б. Следовательно, А не есть ни С, ни Д, но и до этого мы можем додуматься и без Гегеля, и без диалектики и так далее. Тут ничего такого особенного и нету страшного. Разделительному умозаключению свойственно вообще определение всеобщности. Его средним термином служит А, как род. Страница 122. С интернационалом воспрянет род людской. Род. Этим снял с себя теперь формализм процесса умозаключения. И стало быть, сняла себя также и субъективность умозаключения и понятия вообще. Это вот подозрительное утверждение. Это последний абзац на 122. Субъективность сняла ли себя субъективность? Все-таки мы находимся в сфере субъективности или в сфере объективности? То есть объективность ведь у нас в науке понимается, по крайней мере, в материалистической философии двояко. Объективность как правильное отражение мира объективно существующего. И объективность в буквальном смысле, что это сама материя, а не ее отражение. Ну вот Гегель как-то этого разыскивать не проводит. Но для идеалиста, я думаю, это не так уж и большая ошибка. Какая разница это материя как воплощение идеи или идея без воплощения в материи. Хэрэдзе все равно идея. Поэтому нет такого принципиального. Ну вот собственно то, что относится непосредственно к содержанию того кусочка, который, я бы сказал, и это последнее очень трудное место в нашем изучении. Последнее в том смысле, что все остальные, вот все, что дальше будет у нас происходить на следующих занятиях, все более простым является. Почему? Ну, потому что дальше план действий у нас определен, и я его сейчас напомню, какой у нас план действий. Значит, смотрите, мы начали изучение, сначала мы забежали вперед, а потом вернулись назад, и том второй субъективной логики изучали так, учение о понятии, предисловие прочитали, страница 3, понятие вообще, страница 5, а понятие вообще очень хороший кусочек, по понятию вообще, его тоже оставить может впереди. Потом идет первый отдел, объективность. Мы его поставили первым отделом, объективность, а он не первым был. Там первая глава, механизм, ставим, не трогаем, ничего не меняем. Вторая глава, химизм, со 44-й страницы. Третья глава, жизнь, человек. Жизнь у Гегеля, но мы эту жизнь доводим до человека с вами. Поскольку у Гегеля не было, наверное, материала для этого. Скажем, вот Энгельс в диалектике природы наконец дал определение человека. Кто нам помнит, какое определение человека? Животное, трудящееся, общественное, трудящееся, говорящие и разумные. Да, с общественного начинаем. Общественное, трудящееся, говорящие и разумные. Ну вот, поэтому человек. А раз человек, то после того, как человек, вот и начинается этот раздел субъективность со страницы 25. Субъективность, потом первая глава, понятие, вторая глава, суждение, третья глава, умозаключение, который мы сейчас и завершили. И тогда в третий отдел пойдёт идея. Вот мы сначала будем с вами изучать идею, это страница 170, потом будет телеология, а почему-то она заблудилась у Гегеля и попала на 150-ю страницу. Телеология, потому что телеология – это что такое? Цель и полагание. И постановка цели – её осуществление или изучение вот этого целесообразной деятельности. Поэтому она должна быть поставлена после идей. Вернее, тут об идее только сказано, что такое идея. Значит, идея предполагает, что есть разные идеи. Телеология до 169. И потом вторая глава – идея познания. Потом идея истины. Потом идея добра. И, наконец, абсолютная идея. То есть вот открывается у нас светлый горизонт для того, чтобы изучать суперсубъективность с полным правом, не перемежая объективность с субъективностью и так далее. Но вот что подчеркивал как раз Маркс в тезисах о Фейербахе, что у нас философы различные только объясняли мир, а задача состоит в том, чтобы его переделать. То есть преобразующая деятельность человека, вот эту преобразующую деятельность, она у Гегеля тут присутствует. Потому что у него не только есть идея познания, отражения мира, но и идея добра. А идея добра – это идея преобразования мира. А единство идеи добра и идеи познания – это идея истины, а в истину входит не только то, что является отражением, но и истинное преобразование. Если вы в соответствии с своим правильным пониманием делаете новый шаг, который отвечает требованиям развития природы или общества, это и есть идея истины. И реализованная идея истины является развитием общества. А общество – это, можно сказать, цвет природы, цвет материи, человеческое общество. Поэтому и материя развивается в этом смысле. Вот в виде человека. Поэтому вот в вашем лице, уважаемые члены кружка, и те, которые здесь сидят за столом, и те, которые смотрят, мы видим цвет нашей материи, который решил познать себя, свое познание и материю. И хочет этот весь процесс видеть, и двигаться сознательно, а не таким образом, что его пихают сзади, сбоку, с краю, и он не определяет для себя свой путь, свою дорогу. Те люди, которые изучают диалектику, и те, кто изучали, такие как Маркс, Энгельс, Ленин, они ставили правильные задачи, и шли правильной дорогой, и продвинули человечество вперед. Собственно, перед нами стоит та же самая задача – способствовать продвижению человечества вперед, а для этого нужно, чтобы таких людей, которые в этом разбираются и это понимают, было больше. Ну, те цифры, которые я сегодня назвал, говорят о том, что это движение идет, идет и продолжается. Между прочим, и книжка вот эта вот, которая была сначала сделана в Невиномысле, а потом здесь еще тираж увеличен, она все больше и больше продается, так что народ изучает. Какие есть вопросы? Я постарался так запутать, чтобы вопросов не было, потому что я, возможно, на них не смогу ответить, а так, видишь, и хорошо, никто не спросил, всем, значит, все понятно. Ну, я честно скажу, что для того, чтобы я старался излагать, понятно, но все-то мне это очень тяжело стоило, то есть мне пришлось очень долго над этим сидеть, чтобы это изложить в более-менее понятной форме, потому что это непросто. Непросто, потому что это связано с тем, что именно вот мы сегодня были в том пункте, где Гегель все-таки просовывал свой идеализм, и он довольно его так, не грубо просовывал, а так незаметно, так тихо туда, раз-так, раз-раз-раз, и вещь появилась. И раз вещь появилась, дальше уже, пожалуйста, товарищ материалист, развивайте. Вы вещи изучайте, с Кантом он разделался, что его вещи в себе, что нельзя познавать. Все, познавать его-то можно, давайте изучайте, преобразовывайте, все в порядке. Дальше опять нет никаких претензий. Это говорит о том, что наше понимание, которое мы сделали в результате деятельности нашего кружка, оно, в общем, правильное, и появилась возможность нам продолжать изучение и двигаться. Имея в виду, что здесь присутствуют представители тех товарищей, которые изучают науку логики, а изучают ее очень много, будем считать, что уже приближается к миллиону. Ну, а когда приближается к миллиону, тогда это уже даже и политика, потому что политика начинается, как говорил Ленин, с миллионов. То есть те люди, которые владеют этим делом, они тогда могут рассчитывать на серьезные изменения в жизни и в обществу. А если они, так сказать, не владеют ничем, ну, значит, как они могут изменить что-нибудь? И это ведь касается изменений и того, что делается на заводе, и того, что делается в профсоюзе, и того, что делается в партии, и того, что, так сказать, делается, так сказать, у нас везде, во всех сферах, к которым мы имеем отношение. Ну, вот, на этом, так сказать, можно, наверное, поставить точку. Вопрос есть? Нету. Ну, это здорово, конечно, что нет вопросов. Разрешите мне не поверить в то, что вопросов не осталось. Просто я думаю, что мы должны поработать над этим делом, потому что это достаточно серьезная вещь. Поэтому, что я хочу посоветовать? Отнестись к этому как к тому, что это трудный материал, и надо относиться к нему как к трудному материалу. Поэтому такого рода возгласы, что здесь трудно, непонятно, ну, а как вы хотели? Вы же хотите самое великое и самое большое достижение человечества в области философии освоить. И хотите, чтобы это было одновременно? Вы хотите подняться на высокую гору, а хотите пройти просто по холмам. Так не получится. Или, как говорил Маркс, науку нет широкой столовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Но это такая наука, которая не отраслевая. Это не наука для тех, кто чем-то там занимается особым химией, строительством, машиностроением, живописью и так далее. И это та наука, которая помогает обществу человеческому соединяться в целое. Потому что как вы преодолеете разделение труда? Для этого надо, чтобы каждый делал свое дело в системе разделения труда и понимал вот это целое, чтобы он понимал свою связь со всеми остальными людьми. Поэтому без этого целого нет, не построясь, так сказать, хорошее в этом смысле общество. И если нам этого не хватало вот в условиях социализма, то это вот тоже одна из причин того, почему, так сказать, все-таки удалось социализм здесь снова разрушить. Потому что вот если люди настроены на постоянную борьбу противоположностей, а не на то, что она прекратится, как заявили, как Хрущев заявил нам в 22-м съезде, что классовая борьба прекратилась. Так, вы представляете себе, что все негативные тенденции сразу взяли под козырек и сказали, больше мы не существуем. Да. Поэтому, так сказать, в довольно странном состоянии и положении оказалась партия, которая как бы разоружилась. Ее разоружили, а люди почему разоружили? Они неохотно снимали, так сказать, с себя, так сказать, снаряжение. Но на самом деле разоружили, действительно, где, так сказать, хватит бороться. Ну, раз вы не боретесь, так, понятно, без борьбы ничего не удержишь, выдержать невозможно. Спасибо за внимание. На этом сегодня занятие мы завершаем. Когда? Следующее занятие. Через две недели. Так, сегодня у нас 8 февраля, вот вторник, 22 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok